49-й концертный сезон открыла Чувашская государственная академическая симфоническая капелла. Зрителям представили оперу Орфей и Эвредика. Каждый год коллектив филармонии готовит репертуар, способный заставить зрителя улыбаться, грустить, удивляться. Премьерная опера Орфей и Эвредика – произведение с богатой историей. Французский композитор XVIII века Кристофер Глюк сосредоточился на чувствах главных героев. В основе сюжета лежит древнегреческий миф о величайшем музыканте – певце Орфея и его прекрасной супруге Нимфе Эвредике. С силой своего певческого искусства Орфей спасает умершую от укуса змеи возлюбленную из царства Аида – повелителя душ усопших. Из середины XIX века, а именно тогда впервые опера увидела свет, в век XXI. Стерты временные границы, но сохранено главное – чувство, особые голоса. Если тогда роль Орфея исполнял знаменитый певец Кастрат, то в современной интерпретации партию главного героя часто отдают женщинам. Он написал всему миру известную такую мелодию, которая играет флейта с оркестром. Совершенно изумительная, потрясающая мелодия. И надо сказать, что он выступил как реформатор. Глюк является реформатором оперы. Первое – это он вел увертюру к оперы. С увертюра начинается. Увертюра очень янтарная, свежая, жизнеутверждающая такая боевая увертюра. И вдруг наступает после этого грусть. В новом сезоне симфоническая капелла также представит зрителям фортепианы концерт Бетховена в исполнении заслуженного артиста России Евгения Михайлова. Прозвучат увертюры к операм зарубежных и русских композиторов Брамса, Верди, Глазунова. И еще, что особенно интересно, капелла продолжит сотрудничество с известной украинской рок-группой «Металлика Шоу». Первый опыт показал – зрители привлекают соединения совершенно несовместимых направлений в музыке. Вместе они планируют отправиться на гастроли по городам России. Татьяна Филатова, Алена Алтухова, Сергей Адушкин, Республика.